Новогодний карнавал. От цирка до театральной площади двинулись несколько тысяч саратовцев. Правда, погода внесла коррективы. Вместо саней главный Дед Мороз города едет на колеснице, а детский паровоз изменил маршрут. Вместо короткой прогулки вокруг фонтана он держит пусть к центральной елке. Она говорит, не тает, она почему-то мерзнет даже в такую погоду. А снегурочка-то не настоящая. Саратовцев познакомили с Дедом Морозом. Он говорит, что заместитель того дедушки, что в Великом Устюге. Но на Волжской земле он главный и тоже исполняет желание. У его дома почтовый ящик для детских писем. В этом году мало того, что в Саратове появился собственный Дед Мороз, так для него еще и построили целую избу на главной площади города. И теперь любой желающий может прийти сюда и встретиться с главным символом Нового года. Конечно, насыщенная программа ожидает Саратовцев в новогоднюю ночь. Но мы не ограничивали себя только театральной площадью. Во всех районах города установлено большое количество елок, оформлены центральные площади. Также, где есть возможность, установлены аттракционы. Все готово для зимнего детского отдыха. Дом у главного символа Нового года, как из сказки, обогреватели, вся остальная техника, необходимость. Дед Мороз здесь действительно живет, потому что все праздники, каждые два часа он будет давать маленькие представления. Озорники и тихони, здравствуйте! Нравится Дед Мороз, поручили елка! Я буквально позавчера пришел с армии. Я видел до этого Новый год здесь. Я понимаю, вдвойне мне приятнее. Но то, что я увидел сегодня, вот то, что сейчас происходит, великолепно, великолепно. Первое новогоднее шоу получилось интерактивно. Прохожие подключились к праздничному шествию, водили хороводы и танцевали. Елку тоже зажигали вместе. Парад поддержали и саратовские предприятия. Полсотни Дедушек Морозов выбивались из общей картины слишком яркими нарядами. Решили поучаствовать в организации этого праздника, в организации катка на театральной площади, куда я с удовольствием приглашаю всех жителей города Саратова и гостей нашего города. Первое карнавальное шествие открыло череду новогодних праздников и стало большой репетицией самого главного торжества в ночь с 31 декабря. Екатерина Савина, Валерий Богословский, Новости, Телеобъектив.